Всем привет! Меня зовут Ковалин Максим Олегович, я руководитель образовательного проекта Школкова и преподаватель математики. Сегодня мы поговорим о том, сложно ли вообще сдать ЕГЭ по профильной математике. Существует большое количество людей, которые считают, что ЕГЭ по профильной математике для гениев, для людей, которые всю школу занимались математикой, ходили на какие-то математические кружки, ну в общем такие, суровые и жесткие математики, что просто так нельзя взять, подготовиться, если ты решил его сдавать, и как-то успешно сдать. Но это не так. И каждый год очень многие ребята мечтают поступить в какой-нибудь университет, на какой-нибудь определенный факультет, на какую-нибудь специальность, понимают, что им нужно сдавать профильную математику и отказываются от этого. Отказываются, представьте себе, от своей мечты только из-за того, что думают, что это ультрасложный экзамен и подготовиться к нему нельзя. Не надо никогда отказываться от своей мечты. Давайте подумаем. Смотрите, что нужно сделать? Нужно посмотреть на факультет своей мечты, посмотреть на проходные баллы, посмотреть на сумму баллов по тем предметам, по которым вы туда будете поступать. И подумать. А вот если у вас, например, хорошо с другими двумя предметами, предположим, три предмета. Возьмем математика и русское общество знания. Вы примерно понимаете, что русское общество знания, вы можете написать там как-то хорошо. Сколько вам нужно набрать на математике? И поверьте мне, если это, понятно, не какой-нибудь там ультра прям топовый вуз, и там не надо там все предметы на 98 сдать, то там вполне возможно будет что-то из серии 80, 82, 86 при хороших результатах по двум другим предметам. Кому-то, может быть, на его факультет вообще нужно 70 баллов и 76. Просто зачастую люди думают, что даже там на 70 баллов сдать ЕГЭ по профильной математике, это очень сложно. Но на самом деле это не так. Каждый год мы видим у себя в школе очень большое количество ребят, которые сдали ЕГЭ как-то на 82, на 84, на 76. Да, это не какие-то самые крутые топовые результаты. Но мы начинаем спрашивать их, а как вот, ну, начиная с какого уровня ты к нам пришел? Вот твой результат, какой твой прогресс? Потому что понятно, что если человек пришел на уровне 80 баллов и сдал на 84, ну, это такое себе, если он реально готовился весь год, да? И мы спрашиваем, они говорят, да я на 10 баллов писал, да я две задачи из первой части решал. То есть, таких ребят много. Так вопрос, что же важно все-таки, если вы собрались готовиться к ЕГЭ по профильной математике на начальном этапе? Какие-то крутые знания в математике или что-то другое? Так вот, на самом деле гораздо важнее, это ваша такая как бы самоорганизованность и способность учиться, и желание, мотивация. То есть, давайте, что нужно уметь, чтобы начать готовиться к ЕГЭ по профильной математике? Нужно уметь читать буквы, буквы складывать слова в слова в предложения, воспринимать русский текст написанный. Нужно уметь просто читать. Нужно уметь видеть, смотреть, писать, нажимать клавиши на клавиатуре и нажимать на мышку. Ну, в идеале было бы хорошо, если бы вы не ели землю или песок там с улицы. Но это тоже не проблема. Если вы это делаете прямо сейчас, то занимаясь математикой, вы немножко изменитесь и перестанете это делать. То есть, на самом деле, входные требования, ну, по математике непосредственно. Ну, если вы складываете числа, складываете дроби и минимально понимаете что-то про математику из 5-6 класса, этого уже достаточно. Потому что процесс подготовки к ЕГЭ, он должен выглядеть следующим образом. Вы не должны сразу хвататься за какие-то суперсложные задачи. Нужно сделать себе базу обязательно. То есть, вот когда вы базу сделаете, вы поймете, что математика это не непонятная штука. Это не страшные теоремы какие-то. Что там все логично, разумно, взаимно связано. Что из вот этого факта получается следующий, а потом следующий. Вы увидите, как она устроена, когда вы сделаете себе фундамент. А фундамент, вот он такой минимальный, на самом деле, который я озвучил. И уже вот от этого можно построить такую красивую, стройную математику, которая уложится в голове. И вы станете ее реально понимать. А когда вы понимаете предмет, вам и заниматься им приятнее. Вы начинаете получать даже удовольствие от решения разных задач. От того, что вы подумали, вспомнили один факт, другой, он сложился в общую картину. Вы решили задачу. Это круто. И вот так это правильно делать. И реально порог входа в сдачу ЕГЭ по профилю математики, он реально не очень высокий. Ну я, естественно, говорю о таких баллах, как 70, 80 и так далее. Потому что сдать, например, на 90 плюс прям с нуля или на сотку прям с нуля за год, ну тяжеловато. Такие примеры тоже есть. Ребята просто приходили и говорили, да я прям хочу, я буду разрывать. У них мотивация была бешеная. То есть они такие были достаточно самоорганизованные. Очень много вопросов задавали там кураторам, сдавали работ на экспертную проверку, смотрели много вебинаров. Но они это прям хотели делать, они горели этим. Вот. И им удавалось достичь своего результата. То есть такие примеры тоже есть, но это нужно быть таким ультра-мега заряженным чуваком. Но не всем надо такие баллы 190, да. Люди часто отказываются от сдачи профиля, просто потому, что думают, что не смогут сдать его даже не на 70, а просто на минимальный порог. То есть пройти, то есть решить там 6 задач с первой части и сдать. Так вот, если вы реально осознали, что вам это нужно, чтобы поступить в университет мечты, то не отказывайтесь от этого. Это все возможно сделать. И не слушайте всех тех, кто говорит им, что не получится ничего. Может быть в школе вам говорят, может быть родители. Нет, если вы заряжены, если вы четко убеждены в том, что вот все, я хочу вот на этот факультет, мне нужен профиль, а я в математике. Ноль, ну там знания на уровне пятого класса у вас остались. Просто нужно четко выстроить план с самого начала и вы достигнете его результата. На самом деле с нуля можно подготовиться и на сотку, просто года может не хватить. Потому что на самом деле у нас с вами не год, а 9 месяцев, с сентября по конец мая. Вот, поэтому такие ребята, мы часто их очень много видим, когда они в 10 классе начинают заниматься. Приходят прям абсолютные нули практически, ну вот ничего не знают. И за два года в спокойном темпе набирают свою сотку. Где-то вот за первый год кто-то доходит до 76, кто-то до 82, кто-то до 90. По-разному, это уже индивидуально. Но понятно, что если ты четко определился со своей будущей специальностью и понимаешь, что она не будет связана с математикой. Ну, в смысле, что для поступления профильная математика тебе не нужна, тебе хватает базовой. То, конечно, в этом случае надо подумать, тратить ли время на подготовку профильной математики. Почему я так говорю? Кто-то скажет, что тут думать, она мне не нужна. Ну вот все, профиль не нужен, я спокойно буду сдавать базу. Зачем? Но поймите, математика это, на мой взгляд, самый лучший тренажер для вашей головы, для вашего мозга. То есть, когда вы задаете вопрос, а где мне эта математика понадобится в жизни, ответ очень простой. Возможно, вы не будете никогда считать производную. И больше никогда не напишете синусы, косинус, не нарисуйте биссектрису. Но это все не важно. Самое важное, что может сделать с вами математика, это прокачать вашу голову, ваш мозг, ваши знания, они просто станут такими, что вы сможете применять, ну, даже не знания по математике, да, а именно сама голова раскачается, и вы сможете применять ее мощь в любом направлении. Поэтому, когда говорят, что есть какая-то специальность, в которой математика не нужна, да, математика в самом чистом виде не нужна, но голова умная, рабочая, нужна везде, абсолютно, не важно, кто ты там, инженер, учитель в школе, работник банка или таксист. Даже если таксист, нужно немножко думать головой, что делать, да? Вот, поэтому странно рассуждать про то, как мне эта математика пригодится в жизни, пригодится всегда. Поэтому, если вы четко понимаете, что вам профиль не нужен для поступления, но у вас есть совсем немного времени заниматься математикой, я бы готовился к профильному ЕГЭ, да, причем вы будете готовиться на чили, в смысле, вы будете понимать, что вы его не сдаете, но вы будете правильно изучать все темы с нуля и доходить до какого-то уровня. И пусть ваш результат к концу года по профильной математике будет 70 баллов. После подготовки на 70 баллов к профильной математике в эту базу вам нужно будет просто порешать какое-то количество вариантов, вы эту базу развалите. Все, без всяких проблем вы сдадите базу, но вы станете сильно умнее. Вот, а это максимально важно, это то, с чем вам потом двигаться всю жизнь, может быть развивать свой бизнес, делать какие-то там, выстраивать рабочие процессы. Вот это самое крутое, что может сделать с вами математика. И еще раз, не слушайте никого, кто говорит вам, что у вас что-то может не получиться. Если даже никто в вас не верит, достаточно, чтобы вы сами поверили в себя, и тогда все получится. Увидимся, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.